ПЕСНЯ 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 Красногорск, привет, шикарно выглядишь. Спасибо. О, все, не буду снимать ушки. От очков уже есть, все следы. Короче, я безумно не пунктуальный человек, но это от меня полностью никак не зависит. Это, наверное, даже больше зависит... Что с музыкой? Это больше зависит от того, что сумасшедшие пробки на выезд из Калининграда в область, потому что прекрасная погода, и все хотят на море. Что за песня? 9 грамм, ласковый зверь. Очень хорошая песня. Ну что, да, она у меня подвисла. Так что придется незабудку слушать. Тебя не люблю. Ребят, вот мне интересно стало, что такое любовь. Я еду у моей двоюродной сестры сегодня день рождения, и она сняла в Янтарном дом, вот, загорать, с ребенком время мне проводить. Там еще будет где-то сгисать чужих детей. Короче, вот такие планы. Нагушетия, привет. Как дочка? Отлично, дочка. Выпал очередной зуб. Ждала подарок от зубной феи, но что-то фея чуть-чуть задержалась. Проблема, любовь. Любовь – это проблема? А еще? Привет, звездочка, привет. Просто даже стало, знаете, как-то интересно. Вот мы все, как это, все хотим и стремимся к любви, да, все хотим эту любовь. А по сути, что дают человеку любовь? Дагестан, привет. Как дела? Отлично. Ты из грязи в князе. Я и не в князях. Ребята, о чем вы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Просто интересно, как погода, шикарная погода, очень жарко на улице, и сегодня должны были быть съемки, очень клевое видео, но, к сожалению, они отменились. Привет, куда собралась? Я уже говорила, по такому принципу только ты так могла жить, как раз таки я по такому принципу и не жила, то есть я вышла замуж по любви, ушла, ушла тоже по любви, но по причинам того, что я не буду жить с мужчиной, который меня не устраивает в быте, вот, так что это не мой принцип. Любовь придумали евреи, чтобы деньги не платить. Но, кстати, да. Нет, ну каждый же человек стремится вот встретить вторую половинку, полюбить, а потом начинается такая херня, что люди, знаете, вот мы встретили одного человека, да, и вроде его приняли, там, вот этот конфетно-букетный период, пока не начали, там, это же перевили, все как бы идеально, все подходит, а потом резко так, раз, блядь, меня не устраивает это, баба начинает ныть, там, встречают обычного парня, потом начинает ему мозг выносить, почему, блядь, сумка не за 200 тысяч, а за 50, ну и как бы вот из-за этого и вопрос. Любовь это страсть, уважение, понимание, когда настроение, состояние счастья твоей половины важнее собственного. Но, к сожалению, опять-таки, как показывает практика, люди сейчас не задумываются о чужом состоянии душевном, там, да, и в общем-то, мужчины что? Мужчины сейчас такие, что хотят от женщины, чтобы, сука, стояла и готовила, и убирала, и носки штопала, и рубашки крахмалила, и примерная была, и хорошая, рот не раскрывала на него, не имела своего мнения, а по сути он что дает? Вот, ну, как бы, найти, там, для страсти, для интима мужчину всегда можно, о господи. В нашей семье муж меня любит больше, но я счастлива, он меня носит на руках. Ну, вот носит на руках, вот ты так пишешь, вот, ну, это ж не в прямом смысле, это в переносном. Вот, что он для тебя делает такого, что ты так счастлива? Я не в Москве, но это когда мужик узкомыслящий. Может быть, тоже с вами соглашусь, или эгоистичный чересчур, потому что вот я даже одна общалась вчера с девчонками, было очень много девчонок, подружек, вот мы рассуждали по поводу любви, и я только слышала рассказы, как мужик требует, то есть, что мужику надо то, третье, десятое, а женщине, как будто не надо вообще ничего. Ну, это хорошо, если тебя, твой муж, твой мужчина принял, там, избалованную, вредную, это, это хорошо. Почему ресницы не наращиваю, не знаю, в последние разы, когда я наращивала, мне что-то не очень нравилось, эффекты, они быстро отваливались, короче, как-то я разочаровалась. Я уже отвечаю триста раз, сори. Извиняюсь. Коралловый пилинг нет, не делал, вот поэтому мы одиноки, не хотим прислуживать, и еще и работать. Ну, вообще, мне кажется, что в любви нет такого понятия, что надо прислуживать. Любовь – это то, что человека делает, как это, больным. То есть, человек не может думать головой здраво, да, то есть, у него разум затмён какими-то эмоциями, чувствами. Нет, я не курящая. Планы на лето? Планы на лето работать, по возможности выезжать с ребенком на пляж, и все, и больше планов никаких на лето нет. Здравствуйте, здравствуйте. Носит на руках, да, образно сказала, он меня уважает, все мои капризы выполняет, и с ним я не плачу. Это, наверное, да, самое главное, чтобы с мужчиной не плакать. Даже не настолько надо там выполнение каких-то капризов, насколько просто, чтобы слезы не текли. Согласна. Какие пилинги делала? Не знаю, на кислотных основах витаминные. Вот, это всё надо спрашивать у Алима. Алим занимается моим лицом, вот, надо с ним разговаривать. Еду на день рождения. Настроения, правда, нету, но приходится это делать. Я, нет, на проект я не хочу вернуться, мне вчера звонил Илья, и задавал мне тот же самый вопрос. Я считаю, что проект немножко изменился, и я привыкла к старому формату, и новый формат не для меня. Так же, как я, не для этого формата. Я не буду подходить. А сидеть там с жирной черно, как бы обсуждать, сколько она там килограмм набрала или сбросила, и какой слой целлюлита у неё на ляжках и на животе, мне тоже абсолютно не интересно. Или Африкантову, которая уже там давно за 30, и она там, не знаю, встречается с молоденьким 18-летним мальчиком и что-то хочет. Ну, смешно. С тобой было интересней. Наверное, со мной было интересней, потому что я искренняя и настоящая, и как бы даже какие-то моменты, конечно, надо было там, так скажем, отработать. Но, в общем-то, вся моя реакция вообще в жизни, она настоящая. Ты, зажигалочка таких, как ты, не хватает на проекте. Таких и в жизни не хватает, могу вам так сказать. Все пессимистически настроенные, унылые, ленивые, и мне бы, конечно, хотелось в своё окружение там зажигалочку. Стрелков, да, он, забыла, как его зовут-то. Федя, господи. Федя хороший парень. Федя, не знаю, Федя, по крайней мере, как я его знаю, да, и сколько мы общались. То есть он достойный молодой человек, и его девушке повезёт. Мне такого не надо, потому что мне вообще не надо никакого мужчину. Да, писать могут всё, что угодно, ребят. Ну, пишут, ну, пишут. Ну, хорошо, что если ему, если он не совсем этот зелёный. Так по тебе не видел, чтобы ты была зажигалочкой, унылая. Ой, хорошо. Что могу сказать? У меня нету сына, а у меня есть дочка. И дочка не в садике, дочка меня ждёт, пока я доберусь по пробкам до неё, для того, чтобы поехать на день рождения. С Костей это очень тупой вопрос, если честно. Так как с Костей я рассталась примерно полтора года назад. И полтора года назад прекратились любые наши отношения. И мне кажется, постоянно... Вот я почему не люблю прямые эфиры? Потому что постоянно один и тот же вопрос. Рассталась ли я с Костей? А вместе я с Костей? А почему я рассталась? Это вообще не очень интересная тема для меня. Да, потому что... О прошлом не думают, о прошлом не вспоминают. Иркутск, привет! Привет! А, ну понятно, вот они. Из-за них мы вот все и простояли. Понятно всё. Весёлые ребята. Да, я только... Ой, ё-ка, красота. Нехрен не на себе. Охренеть. Теперь я понимаю, почему мы так долго стояли. Всё, наконец-то газ в пол. Любовь – это взаимное понимание. Согласна с вами. Вообще, мне кажется, любовь – это выдуманное такое чувство. Есть какая-то химия между людьми. Её просто назвали любовь. И в этой химии присутствует то, что мы от человека, да, хотим получить понимание, взаимоподдержку, союзника, да. Может быть, там... Ну, я, например, всегда ищу сильного мужчину духом, да. Потому что я сама по себе сильная. И мне, ну, слабак, мне будет тяжело слабаком. Я его просто раздавлю. Вот. А когда говорят, любовь – это там страсть, романтика. Всё это херня полная. Страсть, она и так возникает, если у людей химия. Да, сегодня у меня... Проснулась я в 6 утра, и до сих пор я не ложилась спать. Вот. Из-за этого, наверное, у меня не очень прикольное настроение. И смеяться совершенно не хочется. С Чуэм, да, я общаюсь. Мы вот поздравляли друг друга с днём рождения, так как у нас в один день день рождения. Привет, привет, привет всем. Ладно, ребят, поехала я. Занимаюсь обгонщиками, а то здесь едут, будто я не знаю. Не торопясь, как говорится, с ветерком. А мне надо поторопиться. Всё, пока.